Витебский областный совет Витебский областный совет депутату вынес на громадское обмеркование проект рашения об индексации 1-го податку. Пропановы чекаются до 26-го соковика. У регионе идёт подрыхтовка до призыва на терминовую войсковую службу и службу у резерве. У першиню старшине призывных комиссий наведали войсковую часть Витебска. Золотая шайба у Орши проходит в финал республиканских споборництвов по хоккее на призыв президента Беларуси. У эфира новинной Витебской области у студии Ганна Рустикова. Витаю вас! За великие заслуги, высокий профессионализм и лепшие человеческие якости. Уладальниками гонорового звания Жаншина года 2017 стали 40 беларусок. Сярод их 6 представниц Витебской области. Беларуский союз Жаншин 5-го вынеки минулого года и вызначу пераможцу в некольких номинациях. Зараз их веншуюсь в просонных коллективах, выказывают слова подяки и поваги. С героями урошистостей устрелася наш корреспондент Инна Кириенкова. Усими любимую и поважанную Вольгу Аркадию успешаются повиншовать ее коллеги. И она признана лепшей у номинации «Духовность и культура». Спасибо, ребята, огромное. Я хочу сказать, что это мной рада. Я сегодня не боюсь повториться, потому что эти слова уже произносила. Это труд нашего большого коллектива. Вольга Сырадуева больше за 20 годов працует в Витебском мед. университете. З их 15 на посаде проректора по выховавшей и идеологичной работе. Со своими любимыми студентами она усе 24 годины в сутки. Им зауседы есть, про что поговорить, обмерковать. И таки диалог только у радость. И головная на карысть. Милосердность, почувание и чулость. Без этого не может отбыться урач. Тому во университете активно развивают волонтерский рух. Налажено сопрацовничество с Православной Церковой. Процесс воспитания, формирования духовности, нравственности, патриотизма происходит 24 часа в сутки. Это от начала занятий и до того момента, когда студент ложится спать. Это через 7 многочисленные мероприятия, культурно-массовые, по духовному воспитанию, по нравственному воспитанию, по спортивному совершенствованию, по здоровому образу жизни, который проводится в нашем возле. Про таких, как Алена Леонович говорит, урач от Бога. Это ее опыт и профессионализм ратуют житцы маленьких пациентов. И совсем не случайно. У номинации «Ратуючи житцы» это обаяльная и чолая женщина держала высокую знагороду и признание на республиканском узровне. Дякуючи выскористанию высоких технологий в медицине, агульным намаганием усяго коллективу Витебска областного клинично-городильного дома удается работать навык немогчимое. Тут женщинам с разными патологиями дорад счастье материнства. И, как зауважая Алена Геннадьевна, порадоваться за их. Это счастье удвоя. В прошлом году у нас родилось двое деток с критически низкой массой тела. Это 800 грамм, которые были успешно получили первый этап лечения на этапе роддома. Потом были переведены в детскую областную клиническую больницу. И нам очень приятно, что наши мамы накануне Нового года пришли с фотографиями своих малышей. Они уже успешно выписаны из детской областной клинической больницы. Уже находятся дома, находятся исключительно на грудном скармливании. Нормально развиваются, и все у них хорошо. А у номинации «Жанчина у навуцы» переможцем стала в ученый Валентина Багатырова. Доктор экономичных науки она стала профессором у 38 годов. Зараз пленно працюя первым проректором Витебского державного университета имя Машерова. Дякуючи злаженной университетской команде однодумцев, Валентине Васильевне з легкостью покараются международные проекты, які мают важное социальное значение. Сирот их – музей мати у Витебску, працу над яким супрацовники университета вяли на протягу усягу минулого года. В Витебске будет организован этот музей. И Витебский государственный университет разрабатывает концепцию этого музея. Как концепцию содержательного плана, так и концепцию дизайнерского плана. И опять-таки такое участие в проекте «Открытие музея матери» свидетельствует о том, что наш университет обладает достаточно серьезным потенциалом. Сирот представниц в области, хто удастойны звания «Жанчына года Беларуси», так само директор представництва «Белдяж» страху по Новополоцку Алена Фурс, старшиня Парафьяновска сельсовета Докшинского района Галина Азаревич. А у номинации «Матярынская слава» переможцей стала Лидия Романенко. Для усіх гэтых «Жанчын» признання их заслуг – чарговая приступка до новых вершин, перемог и досягненню. Инна Кириенкова, Александр Прыставка и Станислав Дудзин. Новины. Витебск. Витебский областный совет депутату пропоновывает предэксовать ставки 1-го податку на 7% выносить на громадское обмеркование проекты расшения об 1-м податку с индивидуальных предпринимальников и инших физичных особ. По подликах областной податковой инспекции вырушка индивидуальных предпринимальников в минулом годе выросла у середням на 30%. Тому ставки податку плануется повеолешить з уликом инфляционных процессов. При этом на социально важные виды деянности, догляд за старыми и детьми, вырушивание сельсгаз по продукции ставки 1-го податку застаются минимальными. А кроме того, индивидуальные предпринимальники, які развиваются гандаль, бытовое обслуговывание и громадское хоршевание на вёсы, у отповедности с указом президента платить 1-й податок у померы 1-й базовой велешини, что дае альтернативу макшимости уплаты 1-й податку. Подробязни с проектом рашения облсовета можно ознайомиться на официнном сайте облваканкама. Громадское обмеркование протягнется до 26-го соковика. Пропановы можно накеровывать на электронный адрес областной податковой инспекции. Витебске мытники продухилили увоз на территорию Беларуси больше за шатыры тонны рыбной и мясной продукции без супровожальных документов. У Лёзницким районе затрымали автомобиль, у грузовым отсеку якого перевозили свежемороженую и вендженую рыбу, моропродукты, мясные полфабрикаты. Необходных ветеринарных сертификатов на товар и документы, которые подтверждали его якость и без спеку для спожилца, у перевозчика не было. Стоимость продукции составила более 12,5 тысяч белорусских рублей. Витебской таможне начать административный процесс в соответствии с частью 4 ст. 12.17 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь, по окончании которого ветеринарной службой принято решение о возврате товара отправителю. Следует отметить, что при перемещении через государственную границу товара, подлежащего ветеринарному или фитосанитарному контролю, у перевозчика обязаны быть при себе документы на товар, подтверждающие его качество и безопасность для потребителя. С пешатку года витебские мытники спынили 23 спробы незаконного увоза у Беларусь плодогородненной мясной продукции агульной вагой коляд 450 тонн. Колькость молодых людей, які ухиляются от службы у войску, скорочается. Про это заявили по выниках сбору призывных комиссий по организации проведения призывов громадян на терминовую военную службу и службу у резерве. У першыню у дельники традиционного сбору наведали 103-ю особную гвардейскую поветерно-десантную бригаду сил специальных операций у Зброенных сил Беларуси. Тут яны ознайомилися с житем и бытом военнослужащих, які проходить терминовую военную службу, а так само узорами узброения и военной техники бригады. Мы своими глазами воочию видели, как организован быт для наших военнослужащих, как организован досуг для нашей молодежи. Ведь это очень серьезно и важно. И мы на примере сегодняшнего увиденного здесь факта о том, как организована воинская вся служба, мы можем судить о том, что действительно в Республике Беларусь сегодня сделано все для того, чтобы нашим ребятам в воинских частях спокойным и уверенным образом выполнять свой воинский долг. У нас есть граждане, которые не хотят исполнять воинскую обязанность, тем самым уклоняются от ее исполнения. Ну, соответственно, в отношении них принимаются определенные меры, в том числе и уголовного характера. С каждым призывом таких призывников становится все меньше. То есть общество осознает, и призывники в целом осознают, что без службы в армии никуда сейчас на наше время не пойдешь. И, соответственно, идут исполнять свой долг. Под особливым контролем стоят и пытания по шуку призывников, которые намерены хавают свое место знаходжения, и живут за межами краины. За минулы призыв, колькость подобных ухилистов в Витебской области склала коля тысячи человек. Финал республиканских споборництвов по хоккее «Золотая шайба» на призыв президента Беларуси стартовал у Орши. Братьбу за перемогу ведут хоккеисты молодшую взрослой группы в дивизионе А. Это команда с городов, где есть спортивные арены со штучным ледом. В финал вышли восемь ледовых дружин, которые прошли шильный отбор районных и областных споборництвов. Повношный регион представляет команда города Витебска. У понеделок былися четыре стартовые матчи. Наши земляки состракались с головным фаворитом споборництву команды Минска и проиграли. А центральные поединки за призовые места пройдутся шатьвер 22-го соковика. «Золотая шайба» шмат гадобья новой игроку-аматору. Для юных икеистов дел у турниры выдатная макшимость заявить про себя. Нашей команде очень почетно принимать участие в этих соревнованиях. Здесь очень красиво и мы очень рады, что мы здесь. Это игра командная, тут нужно играть на пасах. Тут зависит все от команды. Мы не подведем своих болельщиков. У нас же все команды боевое настроение. Турнир всегда проходит очень организованно. Участники прошли очень серьезный отбор. В двух дивизионах, в дивизионе А и в дивизионе Б, на первом и втором этапе, это районные и областные соревнования, приняли участие порядка 920 команд. На этом тыдне станет вядома и лепшая команда молодшей узростовой группы «Давизиона Б». Финал республиканских споборництва уладится у Лидии, а с 27 по 29-го соковика у Пружанных на лед выйдут хоккеисты «Давизиона Б» у старейшей узростовой группы. Баскетбольный клуб «Рубон» на мажорной ноте завершил первый этап гульный чемпионат в Беларуси. В домашних поединках с упрость команды Гомельской в области подопечная Руслана Байдакова двойче обыграли соперника. У стартовой сустреши господары разгромили оппонента с ликом 107-62, а у полторной были масснейшими 69 на 60. Тему протягни Сергей Мисурагин. На первые дни этих поединков в Витебляне потерпели четыре поражения за пар. Столичные «ЦМОК» и Могилевский Борис Фен доказали, что не здарма займают лидирующую позицию розыгрыша. Тренерский штаб «Рубона» уцелкнул мачить это объективными причинами, а кроме значной розницы в классе с соперниками, зараз команду нападка у СПА. Травмы лидера у физичное и моральное спустошение. Подобное здарается на протягу чемпионату и у лидеру. И зараз необходно переодолить кризис. Плюс это будет страшно сложно в этом сезоне. Для Витебляна у Сэнси турнирной борозьбы в этой матче ничего не выращали. Подопечные Руслана Вайдакова выконали поставленную задачу. Заняли и четвертое место на попереднем этапе. Гмельчане были больше мотивованными. Разборки у нижней части таблицы еще не завершены. Тем не менее, обо два соперники настроивались на борозьбу. Из-за чего может зависеть плохая игра со слабым соперником. Это не настрой на силы соперника. Рассчитываем, что раз слабо и легко перейдем. На самом деле оказывается не так. Поэтому где-то получается какая-то неуверенность и ошибка. Впереди у нас, так сказать, важнее игры. Ну да, команда Витебска очень хорошая. Очень много опытных игроков. Раньше я сам здесь играл целый сезон. Ну, у нас много очень молодых, перспективных, я считаю, игроков. Поэтому в первую очередь нам нужно получить здесь колоссальный шаг. У стартовой сустрече гмельчане активно сопротивлялись на протягу трех-чвертю. После этого стало видовожно, что гости вычерпали все ресурсы. Витебляне за последние 10 хвилин набрали 47 очков и оформили разгром с ликом 107-62. А вот полторный поединок примучил местных болельщиков крыху похваляваться. После первой-чверти гости были напереде 19-14. Девяли кага перапынка, Витебляне ликвидовали очковы Гандыкап. И вышли на перы. 37-30. Такие отрывы заховываются и на протягу остальных перейдов. Баскетболисты Гомельской области рабили усемах, чем и Акап вырытовать матч. Але господары тримали нити гульни у своих руках. И довялись устречу до перемоги. 69-60. Наступный поединок Рубон проведет так само у родных стенок. 23-го саховика соперником наших земляков будет Гродно-93. Сергей Мисурагин, Александр Престалка, Новины, Витебск. На этом наш выпуск завершен. Я с вами развитываюся. Всего доброго и до встречи. Субтитры предоставил DimaTorzok У ближайшие сутки по Витебской области шагается воблачное с прояснениями на дворье. Ночью на большей части территории днем по полдневом у сходе невеликий снег. На особных участках дорог гололедится. Ветер полношно-заходний 5-10 метров за секунду. Температура по ветру нашей минус шатыры минус 9 при прояснениях до 12 и морозу. Днем минус шатыры плюс 1. У Витебску так само воблачно с прояснениями. Ранится и днем невеликий снег. На дорогах гололедится. Ветер полношно-заходний 5-10 метров за секунду. Температура по ветру нашей минус 6-8. Днем минус 1 плюс 1. Редактор субтитров А.Семкин